Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире, как мы уже анонсировали. Профессор Латвийского университета Андрис Денненч у нас сегодня в студии. Добрый день. Да, добрый день. Добрый день. Да, вот мы видим, что сейчас уже правительство утвердило, я так понимаю, приняло за основу вот эти основные параметры бюджета на следующий год. Будут изменения и в налоговой системе. Но несмотря на просьбы или предпринимателей, которые говорили, что давайте не будем трогать сейчас налоговую систему, особенно в условиях пандемии, тем не менее изменения будут. И в том числе в режиме регулирования микропредприятий и социального налога. И обо всем об этом мы сейчас поговорим с нашим гостем, с нашим экспертом. Да, что вы думаете по поводу тех налоговых изменений, которые нам предложены? Во-первых, я думаю, надо немножко посмотреть в историю. Потому что если брать всю налоговую систему как такову, что основная задача налоговой системы государства – это обеспечить развитие, обеспечить конкурентную способность не только всей страны, но и каждого предприятия. Не только собрать деньги, покрывать бюджетом, там дефицит, не буду сказать дефицит, но бюджет – это что, сколько надо. Но надо смотреть, чтобы была устойчивая система. И если посмотреть в течение последних, ну почти то, 30 лет, пока новой экономической формации, в которой у нас начал работать, эти налоговые системы, которые создали два, под руководством Кодолинча и Асташенков, была создана система. Система, которая, не то что элементы систем как таковой действуют в сегодняшний день, но, несмотря на всю систему в целом, очень большие искажения в этой системе произошли из-за того, что были разные изменения отдельных налогов. Потому что, если даже теоретически смотреть, каждая система существует из взаимосвязанных, взаимодействующих друг над другом элементов. И если один элемент каким-то образом меняется в этой системе, это все отзывается на другие элементы. В этом случае, если один налог изменяется, другие налоги страдают или начинают по-другому работать. То есть, все взаимосвязи. Взаимосвязи, один налог выбрать. Ну и там примеров достаточно. Каждая правительство, которая приходила в власть, в принципе, все время, меняла каких-то отдельных элементов, то есть, отдельные налоги. Там ставки менялись. Ну и, скажем, и даже новые налоги появились, как налог солидарности, как называемый, который вроде там снижает доходы, скажем, нивелирует доходы, скажем, жителей. Но это совсем не так. Даже появление новых налогов, все отзывается на другие. И, в конце концов, мы что видим, даже налоговая реформа, которая называлась в 2018 году, не дала эффекта ожидаемых результатов. А вы, кстати, и предупреждали, что это… Я предупреждал, потому что нельзя трогать отдельно. Просто в очень-очень большом темпе новые налоги, новые ставки налогов были разработаны. Может быть, не разработаны, но здесь должна быть очень большая аргументация, чтобы эти ставки, даже новые налоги появились, чтобы они появились. Я до сих пор уверен, что у нас еще не тот уровень жизни, потому что налоговая система очень влияет на уровень жизни тоже, не тот уровень жизни, чтобы какие-то прогрессивные налоги появились действительно в стране. И даже, посмотря на, скажем, эти искажения и отдельных ставках налогов, например, налог на недвижимость, то есть налог, который платят владельцы домов, недвижимость как такова… И квартир, да. И квартир привели к тому, например, в Юрмале основные жители не смогли заплатить эти ставки, не только ставки, это налог как таковый, потому что уровень доходов не соответствовал. И пришлось давать большие скидки самоуправлению. Большие скидки, конечно, самоуправлением, потому что, что я хочу сказать, нельзя так волонтарно подойти к этому вопросу налоговой системы и говорить только о реформах, потому что это совсем не так. Сегодня я уверен, что если мы говорим о реформе, и теперь опять реформы правильно вы сказали, что бюджет-то принят в основных направлениях, основных основах бюджета принят, дефицит всё равно 1 миллиард евро составляет. Но это, может быть, не самое, скажем, такое страшное, но дело в том, что не совсем понятно все изменения в этих отдельных налогах. И потому что, поэтому я уверен, я совершенно уверен, что нельзя в течение короткого времени, в течение полгода даже, нельзя менять и принять решение и законы по новым налоговым ставкам, введение новых условий. И поэтому необходимо работать на разработку новой целой налоговой системы. Это не вопрос одного месяца, это не вопрос полугода и отдельных месяцев. Это вопрос как минимум не менее двух лет привлечения определенных, и на это надо направлять определенные средства, которые не там 100 тысяч и 200 тысяч, потому что это намного больше, которые действительно экспорты должны наработать. Анализ должен проводиться. И даже непонятно, что мы не используем те, скажем, пример, которые существуют в других странах, которых налоговая система устойчива, и которые показывают, какой прогресс. Если даже смешно, мы тут и говорили о экономическом прорыве Латвии в свое время. Это не так давно, еще 5 лет назад было принято все основные решения в национальном плане развития. Но это даже смешно, чтобы под такими лозунгами все подстраиваться. Это лозунг. Я бы с первого дня сказал, это лозунг, который надо в каком-то определенном мере обеспечить покрытием. И поэтому я уверен, что мы не можем сегодня говорить о реформе налогов, как только отдельных налогов. Но мы должны думать о налоговой системе, изменении всей системы в целом, где все налоги сбалансированы, потому что все налоги влияют друг на друга. Если мы говорим вообще о налоге на недвижимость, мы знаем, что сейчас в Сейме есть предложение вообще заморозить его, отложить, но вот это скандальное предложение Министерства юстиции было о повышении кадастровой стоимости. Если бы на этом основании повысили налоги, это тоже была бы катастрофа, да? Да, конечно, потому что мы должны с другой стороны, не то что с желанием увеличить доходы бюджетные, там самоуправление, это или муниципальное, или все страны, это может быть не самое главное, но мы должны считаться уровнем жизни, сколько мы люди в состоянии оплатить эти налоги. Это самое главное, чтобы уравновешить то возможности желания. Вот вы сказали, с этим сложно поспорить, что действительно вот эти налоги должны быть еще, ну, должны способствовать развитию стран конкурентоспособности, но мы видим сейчас, вот происходят параллельные процессы, которые, ну, увы, к сожалению, не повышают конкурентоспособность, об этом даже сейчас уже заговорил и министр финансов, вчера министр обороны, вот эти вот попытки ужесточить банковское законодательство и капитальный ремонт привел к тому, что просто уже даже латвийские предприниматели не могут открыть счет в латвийских банках. Это же какой-то абсурд. Это очень, это абсурдно, и не только это абсурдно, это просто никак не повышает конкурентоспособность нашей экономики, потому что предприниматели страдают от того, что, ну, скажем, если там есть связь с нерезидентами, капиталь, тогда это большие проблемы начинаются во многих банках, во многих банках просто закрывают счета и не дают кредит. Ну, кредитование вообще, можно сказать, условное, поэтому предприниматели тоже должны иметь больше информации, больше знаний о альтернативном кредитовании, потому что во всем мире очень быстро развивается, а акселерация альтернативного кредитования идет под прогрессивной кривой, и это действительно следующее, что будет использовано, потому что, как традиционное коммерческое кредитование через банков, это, может быть, отходит уже на второй план. Конечно, все жесткие, жесткие, скажем, требования от надзорных организаций насчет предпринимателей, это очень влияет, осложняет, и даже не только надзор в высших организациях, то есть надзорных и соответствующих финансовых организаций, но и которые даже по указаниям правительства и в соответствующих нормативных актах доходят до присяженных адвокатов, присяженных ревизоров, потому что они должны вроде дать информацию о клиентах. Им специально нужно анкету заполнять. Да, заполняют анкету, то есть сейчас и бухгалтеры должны... Все должны давать сообщения. Сообщения. Ну, скажем, насчет адвокатов, это вообще... Это абсурд, потому что это по закону, они должны держать у себя информацию о клиентах. Конфиденциально, да. Конфиденциально. А им нужно заполнять анкету. Да, им надо заполнять и дать какие-то сведения и соответствующие институции о том, что вроде там есть и вроде там нет. Конечно, это очень неправильно. И, скажем, я думаю, что и наши надзорные организации, и все институции, которые связаны с этим, немножко преувеличивают эти требования, которые существуют в Европе, не только Европе, но и в Америке, потому что очень большие указания идут из Соединенных Штатов. И, скажем, там одна экономика, и там одно, скажем, одни обстоятельства, скажем так, в Латвии это другое. И это мнение понятно, что определенный круг нерезидентов просто исключен из оборота здесь. И поэтому инвестиции уходят, и много, очень большой отток денег в латвийских банках произошел за последние полтора года. Да, и особенно это печально с учетом всего там этой пандемии и экономического кризиса. Да, но это, конечно, это очень страдаемо. И можно говорить, что информационные технологии и современное развитие информационных технологий позволяет непрямом связи работать с клиентами и развивать бизнес. Ну, я как предприниматель и одновременно как профессор университета этим сталкиваюсь. И сегодня даже перед тем, как я пришел сюда, столкнулся с одним видом переговоров через интернет и с другим на прямой связи. Конечно, прямая связь, посмотреть в глаза клиенту. Все-таки это намного эффективнее, да? Это 100%, потому опыт делал наживной, как говорится, и ты посмотрел в глаза, и тебе уже наполовину ясно, как это все может идти дальше. Через интернет это невозможно. Хотя, конечно, технологии позволяют. Я знаю, что... Такого доверительных отношений через интернет на нас сложно добиться. Нет, конечно, нет. И то, что касается обучения, это, ну, к сожалению, это, конечно, условия такие, что вирус влияет на то, что присутствовали студенты в аудиториях. И, скажем, иностранные студенты. У меня, скажем, есть очень... Ну, достаточно много, около 100 студентов, которые за границей. И через интернет мы работаем. Но это не то. Это совершенно не то, потому что ты должен почувствовать аудиторию, почувствовать, в каком направлении. Ты сам ведешь занятия, какая реакция есть. И то же самое есть бизнес. Ты должен видеть своего партнера, клиента. И тогда живую, можем сказать. И тогда совершенно другое отношение складывается. Потому что социализация, это в любом случае очень... Многие играют в коммуникации, прямая коммуникация. Очень много играет в бизнес. Это не только знание коммуникации, и напрямую, и в живую, как говорится. Это играет очень большую роль. И даже в определенных случаях это самое главное, можем сказать так. Вот вы упомянули иностранных студентов. Ведь это, в принципе, подтверждает наличие иностранных студентов и такого большого числа, что все-таки латвийское высшее образование достаточно конкурентоспособно. Потому что нам все время пытаются рассказать, что все это не того уровня и так далее. Я могу сказать, наше образование, ну, во всяком случае, в Латвийском университете, я думаю, что и в Техническом университете, где инженерное обучение, и обучение на соответствующем европейском уровне, это свидетельствуется о притоке студентов, которые действительно здесь учатся, обучаются и потом остаются и здесь, и, конечно, отправляются там, где... Откуда приехали, да. Не только откуда приехали, но отправляются в разные страны, по всему миру. И дипломы признаются, да. И диплом, конечно. Это всегда я говорил, что очень... Предприниматель еще не уделяет такое большое внимание тому, что, вот, конечно, должны быть знания, должны быть умения, и должны знать свои обязанности, рабочие обязанности. Это понятно. Понятно, это понятно. Но очень много во всем мире смотрит, кто выдал тебе диплом, какой университет, поэтому очень важно, чтобы университет тоже котировался чем выше возможно. И Латвийский университет в этой области определенный идет период, все время поднимает свой рейтинг. В рейтинге, да. Рейтинг поднимает, и это, соответственно, влияет на информацию, которая уходит в мир. И потом, все-таки, это государственный вуз, это тоже имеет значение. И здесь, конечно, очень много еще возможностей, потому что мне до сих пор непонятно то, что почему... Если так объективно смотреть, я понимаю политические обстоятельства, это однозначно понимаю, почему государственные высшие учебные заведения не могут вести занятия на русском языке. Заплату? Почему нельзя? Конечно. Это имеет то, что доходами потеряли очень много денег, кстати, за это время. И это экономически очень... Для меня это вопрос... Непонятный, да? Непонятный. Да. Потому что есть политика, но есть и, наверное, экономика. Экономика главная, что это сближает, и народом сближает, и знание языков всегда помогает только. Это же богатство. Богатство, конечно. Конечно. Андрей Зеленович, у нас в студии, профессор Латвийского университета, и предприниматель. Прервемся буквально на пару минут, потом вернемся в студию, и не переключайтесь. Да, продолжаем работу в прямом эфире. Вот мы говорили действительно и о налоговой системе, о тех изменениях, которые происходят, и которые должны были происходить. Но вот я хотел у вас спросить, может быть, и как предпринимателя, и как преподавателя. Ну вот есть такое мнение, что в принципе у правительства не так много возможностей для маневра. Или, условно говоря, пытаться каким-то образом видоизменить вот эти налоги на труд. Ну, по существу, это подоходный налог или социальный. Там не очень много возможностей. Или начинать, вот как советуют многие, особенно социал-демократы, вот наращивать эту налоговую базу на прирост капитала. То есть, условно говоря, обкладывать их большими налогами и пытаться там что собрать. Какова ваша концепция? Как правильно сделать? Концепция такова, что, во-первых, никто не сказал, что, кроме того, что сколько идет, скажем, на социальное обеспечение, скажем, в государственном бюджете, никто не сказал, как и во сколько это изменение социального налога. Да, вы правильно сказали, что это идет к снижению, небольшому снижению. Да, 1%. 1%. Работодатели, 0,5 работники, да. Да, это, ну, небольшой, скажем так. Хотя в цифрах это, кому-то кажется, это много, я скажу, это не совсем так. Потому что именно по налогу на труд, скажем так, менее конкурентоспособен, в любом случае. У нас очень большая налоговая нагрузка. Налоговая нагрузка, это, во-первых, я, скажем, слежу за этим вопросом. В целом, говорят, что Латвия не очень высокая, но я могу однозначно сказать, для такого уровня развития, как мы сейчас находимся, налоговая нагрузка достаточно тяжелая. И даже если по нагрузке, даже по официальным цифрам, которые эксперты дали, по оценке нашим ближайшим соседам Эстонии и Литве, в Латвии это налоговая нагрузка, даже на налог, подоходный налог и на социальные платы это выходит больше, чем в дозунных странах. Что касается на налог, на капиталы, так называемый, на прирост капитала, конечно, здесь тоже очень важно. Конечно, изменения, эти реформы, которые дали возможность больше инвестировать от прибыли, скажем, то, что не обкладывается прибыль на ту часть, которая инвестируется, это, конечно, положительно, но в любом случае это тоже, скажем, не показывает реальную сторону, поскольку инвестиции, можно сказать, объем снижается, ну, скажем, официальная статистика, может быть, покажет, условно покажет какой-то рост, но на самом деле рост снижается, конечно, снижается. Это чувствуется, и это везде видно, потому что аккредитование очень условное, и через банков, и все это, и все эти, которые, эти запреты, эти регулирования надзорных инвестиций, и все остальное. И это тоже дискуссабельный, вопрос, который подлежит дискуссиям и рассмотрению, потому что в каком объеме дать? И есть, конечно, курьезные случаи, люди, которые даже купили имущество, скажем, даже сравнительно, ну, недавно, если недвижимость, квартиру там, или что, купили за последние, там, 8 лет, или при определенных обстоятельствах должны платить подоходные налоги, прирост капитала, если продать подороже налог. Но это все меняется, вы правильно назвали кадастральную стоимость. Во многих странах кадастральная стоимость, конечно, очень сближена реально и рыночная стоимость, конечно, это так. Но все равно надо смотреть, в каком процессе развития, потому что в один момент мы должны думать, если идет речь о основном капитале, о основных фондах, зданиях, сооружениях, которые, может быть, когда-то они имели место в своем производственном процессе, но сейчас не имеют, по какой стоимости, и будет, конечно, дороже стоить, чем это было, скажем, перед этим. Если ты даже купил там, несколько лет назад, и тебе просто невыгодно, но ты, скажем, за бутербург не будешь отдавать, там, все равно ты будешь смотреть на, это очень-очень вопрос такой, чтобы, должен быть взвешенный, это все, если есть налог на прирост капитала, это должно, очень взвешенно, смотри, каждый отдельный случай, отдельность, и это, скажем, не так просто, здесь имеется, то, что я сказал, если идет изменение законодательства, налоговая законодательства, тогда мы должны смотреть взаимосвязи, как это, с одной стороны, что и как, какой уровень развития экономики, благополучия, уровень платежеспособности населения, с другой стороны, что это, но это должен быть скрупулезный анализ, во-первых, поэтому это время требует, чтобы это было определенно взвешенно, аргументированно установлены ставки и вообще, когда это надо или не надо делать. Да, вот еще говоря, может быть, о налогах, ну, мы видим, что и в бюджете на следующий год такие традиционные попытки наполнить бюджет за счет повышения акцизы на табак и сигареты, и сейчас будет, видимо, опять повышен транспортный налог, который, к сожалению, на дороге почему-то у нас не идет. Ну, то, что, я уже просто как житель Латвии, скажем, то, что налог, если поднимается на алкоголь, на водку, скажем, просто простыми словами или на сигареты, я, конечно, там отношусь положительно, скажем так. Конечно, это влияет, потому что мы видели, что акцизный налог как меняет, скажем, отношение не только к употреблению, но иной, как это приплыв, скажем, покупатель из Эстонии, Латвии, когда это у нас там был подешевле, все, из Эстонии приезжали, приезжали, это одна сторона. То, что касается транспортного налога, это очень, очень дискуссабельный вопрос, который опять надо рассматривать отдельно, потому что куда уходит транспортный налог? В принципе, должен уходить на улучшение дорог, транспортной системы, то есть инфраструктуры. И то, что касается опять, куда направляется прирост, скажем, я связан достаточно много со спортом, я знаю вся система спонсирования, как поменялся с изменением, скажем, законодательства и налогового законодательства, и это, конечно, повлияет, и повлияло, и опять здесь мы должны смотреть, как, куда направляется средство и должны следить, правильно ли они используются, те, которые будут получены от увеличения, скажем, акцизного налога в целом. Да, вот может быть еще такой вопрос, который я хотел задать, но мы видим, что сейчас сфера транзита и логистики находятся в очень печальном положении, я помню, что когда-то, год тому назад, когда вы были в эфире, вы как раз предупреждают, что, к сожалению, вот такое неурегулированное соотношение с нашими соседями к этому приведет, но сейчас мы видим, что Латвийская железная дорога уже открыто говорит, что падение катастрофическое и просит дотации, и государство вынуждено фактически давать дотацию, чтобы хотя бы содержать эту инфраструктуру, эти шпалы, эти рельсы, и уже председатель правления Латвийской железной дороги заявил о том, что, видимо, дотации нужны будут аж до 2025 года. Что вы по этому поводу думаете, действительно ли никак нельзя будет в ближайшие годы лучше ситуация в транзите и логистике? Я думаю, что, скажем, что касается железной дороги, я не буду очень оптимистичен, потому что мы видим, что с пад-сравнением с прошлым годом это больше, чем 40%, это очень-очень много оборотов, объемов в целом, и здесь должны быть приняты очень такие меры, чтобы обеспечить рост, но пока если меня спросить, меня спросить, тогда я сразу не могу сказать, что существенно могут измениться направления транзита, транзит через Латвию, через порты тоже сокращается, железная дорога, все, и даже не могу сказать, как это повлияет, как может повлиять улучшение, скажем, отношений на правительском уровне, политическом уровне с нашими соседними странами, Беларуси и, скажем, Россией, потому что прибалтийские логистические, скажем так, точки конкурируют между собой, скажем так, линии, по которой проходит, она близко расположена, и каждый вагон, каждый тон, или там, который идет через порты, очень много влияет на экономику в целом, и, конечно, конкуренция, потому что мы знаем, сколько там, не то, сколько там, а конкретно, сколько уходит через Клайпенский порт, и как это конкурирует с Трешским портом, я уверен, что, конечно, будут развиваться и маленькие порты, на этом надо думать, и это надо все развешивать. Ну, впереди еще реформа портов, которые правительство сейчас затевает. Это реформа, я не уверен, что это основное, что может повлиять на улучшение, там конкретная частная инициатива, я уверен, что, скажем, порты, которые находятся недалеко от Рыгах, небольшие маленькие порты, они должны и будут развиваться, это сто процентов, это, конечно, как правительство будет смотреть на все это, это другой вопрос, но в целом, скажем, я не могу сказать, что в целом в транзите ситуация будет, скажем так, оптимистическая на ближайшее будущее. Да, к сожалению. Что касается еще, если мы говорим о бюджете, мы помним, что до пандемии правительство было очень жестко фискально, настроенное и любые попытки увеличить бюджет, они говорят, не, 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 москвистские критерии, жесткая фискальная дисциплина, сейчас, как мы видим, уже будет дефицит 1,1 миллиард евро, фактически, и уже это 3,9 процентов ВВП и ничего. То есть, в принципе, я так понимаю, что то, что вы говорили в свое время, что даже если мы чуть-чуть, у нас будет бюджет с дефицитом, никакой трагедии не произойдет. Нет, нет. Самое главное, чтобы деньги шли в развитие. Развитие, чтобы деньги генерировали денег, это самое главное. Это самое, что нам не хватает, между прочим. Да, это генерации, на генерации денег, там должны быть с определенными словами, это есть то, что среда, предпринимательская среда, мы много говорим о ценовой экономике, там есть свои обстоятельства, почему такая ситуация, и она есть. Один из вопросов, конечно, это налоговый вопрос, но не только, этические моменты, там тоже существуют, как относишься к бюджету, какая социальная, скажем, по-английски есть так называемый термин, corporate social responsibility, то есть какая социальная ответственность перед обществом, перед работниками. У нас об этом очень часто забывают, да, по поводу социальных вопросов. Это вопрос такой, а то, что касается дефицита бюджета, то есть 3 с лишним процента, это ничего такого трагического, драматического, там не вижу, один миллиард, я думаю, что это вполне доступно, скажем, и все, в зависимости от всех критериев тоже, в связи с этим. Да, вот все время, наверное, это такой спор между министром финансов и предпринимателями, предприниматели говорят о том, что вы уменьшаете налоговую нагрузку и как раз это увеличит собираемость налогов. На что министр говорит, я так рисковать не могу, а если нет? То есть условно говоря, я снижу вот этот налог на труд и придет бюджет еще меньше денег, и что тогда я буду делать? Я уверен, я полностью уверен, что просто так снизить, не буду говорить об увеличении, чтобы эти налоги, скажем, объем налога, который приходит в бюджет, уменьшается, но даже если снизить, это не так. Если дальше смотреть на определенные продукты, на которые был введен там снижен налог, то есть ничего это не дало. Существует рыночная стоимость продукта, существуют рыночные отношения, и никто из потребителей и потребителей не интересует, это будет там какой-то налог уменьшаться или там будет увеличиться. цена стоит, как она была. Кто здесь, скажем, получатель так называемых выгодополучателей? Да, то есть, конечно, это предприниматели, которые знают, и даже это тенденции, которые сегодня, с другой стороны, тоже выведены, что просто без учета платежеспособности населения рынка невозможно менять цену, в большом диапазоне. Но это мы можем посмотреть на продовольственные товары, которые старались там цену на яйца, на масло, на сметану, остальное, так сказать, продукты первой необходимости старались сразу там, скажем, увеличить существенно. Но это ничему не привело. Это, конечно, есть акции, которых цены соответствуют тому, что было раньше, потому что это, а если так, по снижению, я абсолютно уверен, что это не является на, скажем, на уровень, скажем, объема доходов от налогов, которые, если там определенно снижаются какие-то налоги в таком виде, это все должно быть проанализировано основательно, чтобы принимать такие решения. Это там не только министр немножко, может быть, боится, что вот и будет, а если не будет, то это принцип реальности. Должен быть анализ, какое состояние рынка, там рабочего рынка, и товарного рынка, и капитального рынка, финансового рынка, и на этом основании должны быть соответствующие выводы, сделанные, и обоснования. Может быть, такой последний вопрос, что касается прогнозов, ну, я понимаю, что их сложно строить, но как вам кажется, все-таки, вот основные мировые игроки, рискнут ли они еще раз пойти на этот локаут и опять всех запереть дома? Я имею в виду те, которые, ну, по существу, определяют развитие экономики Соединенных Штатов, Япония, Китай, естественно, Германия. Да, этот вопрос очень-очень сложный, но то, что мы видим в последние недели именно соседним нашим странам, Литва и Эстония, то, что мы слышим про Америку, то, что мы слышим там о других странах Европы, конечно, это не влияет оптимизма и даже не влияет оптимизма для нашей страны тоже. Конечно, в этом я уверен, что правительство делало правильные шаги, чтобы, скажем, сократить поток людей всяким образом, чтобы этот вирус не распространялся, это был правильный, то, что было там закрытой границей, то, что все это сложилось. Конечно, это существенно влияет на экономику, это влияет на экономику любой страны, это влияет на благополучие каждого жителя страны, и у меня столько звонков каждый день, люди, которые интересуются, как с работой, что могу сказать, это пока не будет вакцины, и запретена, остановить это очень-очень проблематично, даже скажу, я только скажу, в этом направлении наше правительство провело правильную работу, правильную стратегию, чтобы... Все-таки прислушивали к специалистам, прислушиваясь, да, конечно, а как это все будет по локауту, все зависит от непрогнозируемой развития вируса COVID-19. Но, в принципе, нужно готовиться и к затяжному варианту экономической рецессии. О, это не хотел сказать, я в целом-то, в принципе, я очень положительный смотрю на вещи, оптимистически. Оптимистически, но похоже на такую длительную рецессию. Ну, рецессия в любом случае, экономическая рецессия, она уже... Уже идет. Идет. Это неизбежно, потому что это очень, очень, очень влияет на экономику каждой страны. Андрей Деннич у нас был в студии, профессор Латвийского университета, предприниматель. Большое спасибо. Большое спасибо. Спасибо.